Добро пожаловать домой, друзья! Сегодня мы начнем играть в Room World 17 Альфа. Меня зовут Шустра. Здравствуйте, друзья! Ну что сказать, на нашем предыдущем месте дислокации было достаточно сезонов. Здесь мы начинаем все с нуля. Если будет интересно, вы можете перейти на канал WP Play в архив и поискать там другие сезоны. Но можно этого и не делать, потому что, блин, они были интересные, но всегда не закончены, потому что что-то происходило не так. Игра где-то ломалась, где-то просто не было желания дальше продолжать, а где-то что-то не получалось. Сегодня мы начнем и попробуем что-нибудь сделать более-менее вразумительное. Проект выходного дня. Кто знает, тот понимает, о чем я. Кто нет, объясняю. Есть проекты будничные. Это наш с вами любимый, всеми любимый, я надеюсь, проект. То, что мне он нравится. Так что я надеюсь, он нравится и вам. И проект выходного дня. Собственно, это будет RimWorld. Выходить будет по субботам и воскресеньям. О делах насущных все. Начинаем играть. Немилостимуляторы, голографические игры и оргии наскучили вам. Действительно. Вы хотели большего реальной жизни, о которой вы почитали в книгах по истории. Теперь после десятилетий в криптосне вы приземляетесь на неизвестной планете. Суровые испытания. Нас ждут. Богатый исследователь. Сценарий от Фиби Тихони. Средний уровень сложности. Тем более, здесь все растет буквально на этой планете только 30 дней. Надо вспомнить, как что делать. У нас Йоркширский Терьер. Это ужасно на самом деле. Очень ужасно. Вот прям вот очень. Подожди, взять оружие. Стреляешь ты у меня неплохо. Сейчас мы поговорим об этом. Здесь есть козы. Здесь есть это, это, это. Вот это и будет наш первый дом, я так понимаю. Так, осматриваем карту. Карта внушительная, карта большая. Сразу не рискну куда-то уходить, потому что... Так, вот здесь интересное место. Блин, можно его тут жить. Хотя вот как бы... И тут хорошее место вообще. Прям вот закрыться и вот тебе... Прям вот в гору зарывайся. Давайте вот здесь будем жить. Че нам стоит дом построить, правильно? Значит, поговорим о том, кем мы являемся. Мы являемся богатым исследователем. Если бы я еще помнила, куда мне надо зайти, по-моему, это можно сделать вот так вот. Нет, это надо делать не так. Не помню, как... А вот персонаж давно не играла, блин. Стрельба 11. Ну, чтобы эта винтовка энергетическая просто так не была исследователь. Мне вот понравилось, что здесь есть взрелость. Шустра в детстве обнаружила у себя даркость по выполнению в уме сложнейших вычислительных и феноменальную память. Однако один из диктаторов среднего мира решил использовать ее талант, чтобы она следила за финансами и расходами. Поскольку обычный компьютер чересчур уязвим для взлома. Действительно, а человек нет. Стрельба плюс 3. Исследование плюс 7. Недоступно заниматься искусством. Детство выжившей. Ржустра родилась в смутные времена, когда изменение климата ее родной планеты привело к наводнениям и массовому голоду. Когда Шустра выросла, ситуация стала только хуже. Миллионы людей погибли. И даже самые тихие и мирные места поглотила анархия. Вместе со своими родителями она делала все, чтобы выжить. Стрельба плюс 4. Искусство минус 3. Исследование минус 3. Исследование у нас и так хорошо. Абсолютно персонаж, который, например, не похож на меня. Шустра оптимист. Ей сложно испортить настроение. Нет, Шустра пессимист. Легкая аддикция. Шустра любит выпить. Вообще не люблю пить. Имеет пристрастие к наркоте и к другим самодельным вещам. Никогда она будет определить чаще, чем другие поселенцы. И может привести к загулу. Ну и грубость. Шустра всегда говорит точно то, что думает. Особенно, если это ее раздражает. Обычно это влияет на окружающих в не лучшую сторону. Ну, допустим, ладно. Соглашусь с тем, что я грубая. Вот. Хорошо. Я вот не видела, чтобы обломок мрамора просто так валялся. Мрамор же надо было как-то добывать. Это прям таки... Нормальное место, кстати. Вот здесь застроить, здесь застроить, здесь застроить. И будет вот как бы место. Так что берем. Берем, берем. Значит, приказы. Женщина, сделай, пожалуйста, мне вот так вот. Нет, вместо этого ты сделаешь мне вот это вот. Отмени. Надо вспоминать, как это все делается. Построим так. Мы построим сразу здесь... Вот так это делается, да? Мы построим это вот так и вот так. Хотя можно было просто спальное место одно поставить. Давай пока одну кровать уберем. Вот. И поставим области. И поставим склад. Склад мы поставим... Наверное, как-то так. Вот так вот. На складе мы сделаем... Да пока все, разрешит все. Приоритет максимальный. И нет, запрещаем сразу трупы. Трупы людей. И гнилье. Все, погнала. Сразу с кровати начала. Ну, тоже верно. Все, давай. Давай, заканчивай. Крыша для нас это важно с тобой. Хорошо, молодец. Спать нам будет где. Теперь давай вещи попереносим действительно. Мы знаешь, что, наверное, с тобой еще можем здесь сделать? Постройки. Нет, области. Склад. Вот здесь делаем склад для еды, чтобы она не была запретить все. Здесь только продовольствие. Приоритет максимальный. Склад продовольствие сюда нельзя. У нас продовольствия, в принципе, не так много. Всего лишь 4 стака. Так что, я думаю, мы как-нибудь с этим справимся. Мясо я пока добывать не буду. В принципе, собрать. Ну, блин, уже ягоды можно пособирать так. Ну, лечебные растения просто так растут. Они, наверное, просто еще не выросли, да? Поэтому мы не можем их собрать. Чем мы тогда, получается, займемся, покуда мы ждем... Кот мим пробежал. Покуда мы ждем наших новых товарищей? Давай, наверное, займемся посадкой. Посадка будет у нас... 10 на 10, я думаю, да? Да. Первая посадка 10 на 10. Мы сюда поставим кукурузу. Нет, клубнику. У нас нет минимального навыка. Кот, зачем ты это делаешь? Прекрати. Посмотрим, какой у него минимальный навык, чтобы я представляла. У тебя животного... Ой, фермерство. 2. Хорошо. Значит, действительно сажай картошку. Ну, конечно, я бы хотела... Надо было сделать немножко по-другому. Надо было сделать, чтобы ты перенесла сухпайок и прочее, все, что можно перенести отсюда. Так, пока тебя придется позаставлять, потому что была моя ошибка в том, что я сделала тебе другую работу. Точнее, да, попросила сделать нам посадку. Давай мы все отсюда перенесем, чтобы оно не портилось, правильно? Хотя бы портилось поменьше. И потом начнем, потому что уже металл и прочая фигня, она лежит близко, и мы сможем с тобой все это прекрасно сделать. Все. Главное... Блин, главное, на самом деле, еще вот денежки перенести. Денежки и золото, потому что это реально важно. Не, не, подожди. Сейчас, сейчас. Ну, вот это вот перенесем, важное. Не сажай картошечку, моя дорогая. Давай мы быстренько все перенесем. Надо чуть-чуть потерпеть меня, а потом будет как-то полегче. Отдыхает. Нет, придется, придется еще вот это поделать. И вот это. Все. Собака спит прямо на пайке. Нормально. Постройки мебель. Мебель. Спальное место для животного. Вот так вот. Поставим это сюда. Так, хорошо. Я подозреваю, что впоследствии это будет, скорее всего, склад. А может быть, кухня. Поэтому, что я делаю днем, она знает. Нет, давайте подумаем о том, как мы будем строиться. А строиться мы будем довольно просто. Мы будем выкапываться. Нет. Подожди. Я вспомню. Через пару серий я вспомню, как это делается. Мы сделаем вот такой вот здесь проходик. И здесь сколько комнаты? Восемь, да? Как раз. Восемь на... Восемь на десять. Восемь на десять. Ну, довольно-таки неплохая комната. Вот это уже можно... Здесь уже можно исходить из того, что это, например, будет столовая. Допустим. Да. Попасть в нее можно будет чисто только отсюда. Хорошо. Шустрик, ты выспалась? Свои дела делает. Так, подожди. Нам нужно развлечение, кстати, поставить... Из чего? Из древесины. Будь так добра поставить нам вот эту штуку. Потому что тебе нужно... Не нужно будет как-то себя развлекать и как-то от стресса избавляться. Поэтому почему бы и нет? Посмотреть на облака это очень важно. У нас с тобой есть винтовка энергетическая. Поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы. Особо важные, скажем так. Технологии. Да, технологии это хорошо. Пошив одежды, обработка камня. Это так. У нас ничего не изучено сразу, я так понимаю, да? Или электричество у нас изучено? Нет, 1200. Не изучено у нас электричество. Ну, зато у нас сейчас в древесинке будет. Вот плохо, что социум. Шустро. Да, только покорно спустить с поводка. Я просто даже не знаю, ты настолько маленькая, что толку-толку от тебя. Так чисто карманная собачка. Я люблю, когда хорошие собачки есть. Такие, знаете, большие. Там они могут там... Можно их надрессировать, чтобы они что-то принесли, подали. Ну, тут такое себе. Ну, по крайней мере, пока она будет выполнять одну и ту же работу. Точнее, многофункциональную работу. Она будет прокачиваться во всех областях. И это тоже, в принципе, неплохо. Я так понимаю, у них сейчас состоялся разговор. Ко мне принюхился Пистон. Пистон! Нормальное имя. Хорошо. Также будем называть наших поселенцев чем-то вроде уже вечер. Ничего себе. Блин, а сколько время? Двенадцать, двадцать часов? Ничего себе. Ты потратила точно пару деревьев и на пару... Ну, потому что не умеем делать, потому так долго и тратим. Посадка тратится у нас довольно большое, продолжительное количество времени. Что сказать еще хотела? Блин, а я забыла, что я хотела сказать. А, называть поселенцев будем нашими же именами. То есть именами людей, которые будем брать к нам в команду. Так что в комментариях можно предполагать. Именно для вступления в команду. Но в основном как бы у нас есть как назваться. На мой дорогие. Так что я уверена, что вы захотите в этом определенно поучаствовать. Когда же к нам придет? Ну, по идее, во второй день. Я думаю, после следующего дня к нам должен присоединиться новый поселенец. Вот почему-то мне так кажется. Конечно, мне хочется, чтобы в этом... Как скажи мне, я тебе скажу. Чтобы в этом сезоне был как-то... Все-таки я смогла сделать то, что я хотела всегда. Это выкупать у работорговцев людей. В одном из сезонов мне это, в принципе, получалось. Нормально. Теперь она... О, у нее вес появился. Нужны оборонительные сооружения. Я понимаю, но пока мы ни в чем не в состоянии сделать, поэтому... А, нет, мы можем делать самонтельную турель сразу. Так, а что, 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 что? Ну, давай, давай, я не знаю. Блин, куда бы то впендюрить-то? Я же не знаю, когда он рванет, будет плохо. От него еще греется очень все сильно. Нет, не надо его закалывать. Вот это надо срубить. Норгоплита, разделочный стол, швейная машинка, простой верстак. В принципе, можно сделать. Да, все равно эта комната не будет в такой... Но пока мы этим заниматься особо-то и не можем. Так, исследования. Так, технологии. Что мы будем изучать сразу? А, вот это получается у нас изучено из-за того, что она богатый исследователь. Да, гидропонику надо изучать. Это определенно, да. Исследовать. Не, не хотела делать мир. Что, какие изменения в 17-й Альфе? Честно скажу, не знаю. Со слов только друзей знаю, какие тут изменения. Но на самом деле они не критичные. У нас гости. Здорово, у него еще поторговать. Вряд ли это люди, поэтому такое себе. Поэтому, кто знает, кто будет предлагать свою помощь, допустим, да, то почему бы и нет. То есть, рассказывайте, почему нет. Я не против. Пистолет нормальный. Нет. Сухопаек. Нет. Мне ничего не надо. И тебе от меня ничего не надо. Тогда отменяем. Я надеюсь, ты с этих кустиков соберешь нормальное количество еды. Нет, ничего. Ну, нормально. Шесть ягод еще забрала. Так. Хорош. Гости. Когда же у нас будет первое пополнение? В принципе, скоро должно быть. Я думаю, ты сейчас выспишься. И, наверное, мы собим вот это дерево, чтобы построить. Ливень. Нормально. Картошечка будет расти. Но она уже, кстати, не растет 51%. Выросла на 12%. На 21. Первое, что мы будем на 9. Нормально. Все равно скоро у нас уже как бы будут посадки в гости. Нас покидают. Утес-Отсец. Нормальное название. Передайте своему главному, что у него очень хорошо с воображением. Да. Пробел все так же паузы. Это хорошо. Руки-то еще немножко помнят. Я люблю, на самом деле, Римбору. Это очень сильно. Замечательная игра. Когда я помню, в первый раз ее запустила, я не помню, как это была Альфа. Наверное, может, 13-ая. Может, 10-ая. Короче, 10-ая. Может, где-то 9-ая. Вот такая вот. Я вообще не поняла, что тут делать. Абсолютно. А потом, как-то помучившись 2-3 раза, уже как-то, знаете, стало попроще. Так что нормально. Пистон, ты поизучай пока мне гидропонику. Хотя, с другой стороны, подожди. Технологии. На шишу мне гидропоника. Вот на шишу. Хотя, подожди. Гидропоника что дает? Только саму гидропонку или лампу. Нет, подожди. Гидропонку тогда надо в процессе. Но она и так уже в процессе. Все, ладно, хорошо. Все, вроде как. Нет, еще осталось тут пару деревьев спилить. То есть мы уже третьи сутки тратим на огород. Ну, в принципе, это того стоит. Нам надо что-то есть. Занимательный процесс. Я люблю первые серии. Они такие, знаете, вообще ни о чемные. Не имеющие никакого особого этого. Ничего не происходит. У Пистона хорошо. Входите туда-сюда под ливнем. Девкает что-то там. Нормально. Ну, хоть дерево много. Когда придут новые жители, мы хоть сможем там кровать поставить. Крыса в бешенстве. Тихо, тихо, тихо. Употреблю и тушку. Пистон, кушать. А это дерево тебе зачем срубать? Оно помешает расти. Нормально. В поле ягода перекусила. На целине работает. Все, мы посадили огород. Копает извести. Нет, сруби у него, пожалуйста, вот это дерево. Оноргия. Давай вот этим займемся. Не очень удобно стоит. Он мне не нравится, как он мне стоит. Но я, в принципе, потом это поменяю. А прострел у меня будет примерно примерно вот такой. Ладно, не буду тебя мучить. Так уж и быть. Все, теперь огородом уже можно не париться. Сейчас мы сделаем себе самодельную турелку. Сейчас мы загрузим сюда топливо, чтобы она как-то стреляла. И все, у нас будет как бы... Мы будем защищены. Косблок будет закрыт, как говорится. Прошел. Готовка к бою. Отправка каравана. Животные не атакуют двери. Ну, это понятно. Ну, не, почему, кстати. Не все животные... Некоторые животные атакуют двери. Однако они будут ждать, пока поселенцы снова выйдут наружу. Ну, как бы, да. Отключены турели. Так-то они, конечно, в двери добились, по-моему, если я не ошибаюсь. По крайней мере, в предыдущих сезонах у нас такое было. Например, носороги, людоеды. Херак, 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 херак. Выбили дверь и побежали. Надо как бы всех нас кушать. Нам так-то везло. Мы успевали как-то это... Что-то с этим сделать. Отлично. Ты как раз на турельку у нас готовишься, да? Там еще внизу есть железо, да? Хорошо. Тебе хватит этого кусочка последнего? Не хватило. Только не говори там, что ты испортишь там что-нибудь. Давай еще заправим. Все, да? Может быть, ты попереносишь дерево? Хотя, как говорится, какая разница оно, что здесь на дожде, что там на дожде. Просто с этого, с огорода. Просто когда дерево все в одном месте, как-то удобнее, как мне кажется. Люблю порядок. Все в стаке поскладывала. Молодец. Надо сделать еще крытый склад. Перенести древесину. И вот, перенеси, пожалуйста, вот это вот. Не хватило. И вот это вот. 30, 45 как раз. 50, 75. Сможешь унести, да? Ну, вот и все. Так, вот это вот создание, где там было желтое такое? Это не наш ешерский интерьер был по-любому. Это была та штука, которая разрывается, нет? Нет, это была наша... И вот она. Вот эта штука опасная. Прямо мне не нравится. Все, можешь копать спокойненько. Известняк. Будь шахтером. Будь собой. Вот и день прошел. Ничего практически не сделали. Огород доделали. Там ту турельку поставили. Ну, все. А что ты сделала? Куда ты побежала? Зачем ты это... Что ты сделала? Мне вот интересно. Кстати, здесь нет света. Энергия. Защита покрытия постройки. Развучение. Мне нужна лампа. Потому что они очень страдают от того, что нету ламп. Мобель. Мобель, мобель. Вот. Солнечная лампа нам, кстати, сразу доступна. Можно вот здесь поставить лампочку. Стало получше, правда? Хотя бы что-то видно. Теперь у нас более или менее уютно. Ну вот, откопало всего ничего. Давай вот эти блоки перенесем. Ну, у нас дверь закрыта. Все тепло, хорошо. Нужна готовая еда. Я знаю, что нужна готовая еда. Нам еще тут копать, не копать. Лето! Началось лето, но зима не дремлет. Имейте в виду, что ваши посеивания не будут расти в зимние холода. Поэтому убедитесь, что ваших запасов еды хватает на несколько месяцев, пока вы не сможете это исправить. Пока вы еще можете это исправить. Не забудьте построить помещение с охлаждением, чтобы ваша еда не испортилась. И постарайтесь купить, украсть или сделать несколько пуховиков. Иначе с наступлением зимы вы замерзнете. И едва вы выйдете наружу. Не замерз. Не беспокойся, игра. Мы еще не замерзали. Давай-ка мы, знаешь, как сделаем? Мы сделаем вот так вот. И здесь сделаем дверь. И, возможно, это и будет нашим приказы копать. Вот так вот. Возможно, это и будет нашим холодильником. И железо мы потом заменим. И еду сложим в холодильник. Картошку тоже надо будет в холодильник сложить. Плохо, что у нас как бы с этой стороны будет стена холодильника. Ну, это может быть временное решение. Я потом как-нибудь переделаю. Пока я в этом не уверена. Но нужно куда-то даже вот эту крысу сложить. Менее, чем через сутки. Отлично, да? Хорошо. Энергия. Температура. Вот так вот. Давай сделаем это примерно вот так. Стоит ли обогревать это здание? Когда сейчас будет лето? Пока нет. Но скоро, да? Берем кабель, прокладываем его вот так вот. Нет. Давай вот этим займемся в приоритете. Обломок космического корабля упал и приземлился поблизости. Спасибо. Мне пока... Твою мать. Женщина. Женщина. Все. Успокойтесь. Срубить. Уже налет. Замечательно. Бинни. Ну давай, Бинни. Правда, я думаю, что с этим справится и турель. Вот и все. Бинни готов. Так. У меня нет места для Бинни. А у меня нормально все с общением? Один. Да хрен я тебя завербую. Приказы. Нет. Постройки. Давай в кабинни. Ты будешь... Вот тут вот. Шустрик. Давай. Погнали. Мы еще успеем спасти этого козла. Который пришел на нас с оружием. Женщина. Давай, работай. Он там кровью истекает. Женщина. Прикольно. Она его еще подстреливает. Так. Подожди. Эта кровать будет для него. Захватить. Так. Подожди. Узник. Вербовать. Это что? Врачебный ход о лечении травами. Так. Здоровечка. Ужасная. Смерть через 3-4 часа. Желудок. Ох. Господи. Как тебе плохо? Персонаж. Кулинария. Давай, давай. Лечи его. Латай его. Латай его. Собака. Тебе здесь вообще нечего делать. Правда, придется на него смертельная болезнь убийни. Ну, ты, главное, пытайся сделать... Качай свой навык медицины. Мне, как бы, плевать, умрет он или нет. У нас не столько много ресурсов, чтобы его, как бы... Мы можем его отпустить, на самом деле. И улучшить отношения с ними. Потому что мы реально не сможем выпустить, как только сможешь. Он только начнет ходить, мы его можем выпустить. Не принципиально. Нормально. Метаболизм. Прикольно. Такого не было раньше. Метаболизма точно не было. Да все, спасибо, я знаю. А где, интересно, болезнь само написано? Боль ужасная. Движения нет, работы нет, речи нет, питания нет. Ничего себе. Потому что турель отстрелила ему желудок. Потеря крови огромнейшая. Ну, шустро, долго строила тебе клетку. Что поделать? Такое бывает. Прости, мужик. Инфекция, заражение, убини. Ну, главное, ты начни ходить. Вот. Кормить. Тендинг. Раздеть, фидинг. Кормить, убрать кровь. Надо, кстати, убрать кровь. Но там уже заражение, поэтому такое себе. Она сейчас проснется, за ним поухаживает. Мне показалось, или кролик сожрал наш посев? Ты еще теперь его и лечишь? Убрать кровь. Все. Покарми его немножко. Надеюсь, там теперь у тебя все получится. Так, крыса испортилась. Все. Фигня, вопрос. Здесь температура. Какая внутри температура? 21 градус. Очень плохо. Минус. Минус 10. Все, температура падает. Очень хорошо. Проекты, приказы, области, склад. Копировать настройки. Установить настройки. Склад. Души животных. Все. Приоритет максимальный. Склад удалить. Подожди. Перенести. Летает подкола. Да, да, да. Сейчас. Вот так вот. Медитирует. Внутри минус 3. Хорошо. Еда не испортится. Очень даже замечательно. Замечательно. Не могла не сказать этого. Так, припасы. Постройки. Производство. Стол, портного, радио, стро, электроплита. Нет, давай-ка мы сделаем топливную плиту. Блин, я так не хочу вот сейчас это делать, потому что пока мы не сделали то, что нужно. Потому что разбирать будет очень затратно. Даже вот очень. Но мы ужасно долго копаем, поэтому я даже не знаю, что здесь. Что здесь самой себе посоветовать. Посоветовать себе построить что-нибудь, правильно? К примеру, сделать вот такую вот кухню. Ну, думаю, да. Почему нет? Мы сделаем вот здесь вот так вот. Здесь вход. Сюда вход, например, вот так вот. Только вот это вот, знаете, отменим. Сделаем стеночку вот так вот. Так не получится. Я хотела, чтобы она просто как бы обогревала. Но не знаю, может, скорее всего, она будет обогревать стену. Здесь же сделаем кухню. Здесь же сделаем как бы стол. Стол, стул. Чтобы можно было кушать, чтобы у них не было проблем с этим. Да, когда она это поставит, уже это будет не снаружи. Так что не беспокойся. Don't worry. Be happy. Места мало. Отмена. Сделочный стол. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Мебель. У нас дерева не хватит на все это. Маленький стол. Вот так вот. Та-да-дам. Отлично. Можно вот это сейчас закрыть. Пока. Потом просто разберем это. Хотела строиться в горе. Получается пока... Не получается пока строиться в горе. Наш пострел везде поспел. И стены сделают, и табуретку склепают. Давай-давай. Нам нужно как-то все это закончить. Хотя бы часть. Хотя бы кухню. Дерево должно, в принципе, на что-нибудь хватить. Все. Давай, до свидания. Спасибо, что зашел. Ну, я бы, конечно, хотела, чтобы ты, как бы, здесь вот достроила. Знаю, что это сложно. Но невозможно и возможно. Да, кухня очень маленькая. Ну, сама вот эта кухня нормальная. Потом, я думаю, вот это мы разберем, перенесем. Потому что все равно мы будем разбирать вещи. Потому что они будут очень... Подожди, кстати, кстати, фракция. Засечь фракции. А чей ты там? Красиные сабли какие-то. Красные сабли. Минус 96. Группа путешественников проходит рядом. Сейчас посмотрим. Прям, по-моему, минус 15 будет или что-то в этом роде. Ништяк. Вот через холодос прошли. Через закрытый холодос. Маленькие у нас отношения с ними. Ну, что ты там еще идешь? Смертельная болезнь у кого? Убини. Ну, он умрет уже у себя дома. Так что нам за это еще и плюшки дадут. Точнее, лучшее отношение к нам. Сейчас оценим. А может и нет. А может и нет. Ну, ладно. Мы не гордые. Раньше, кстати, отношения увеличивались. Может, это поправили? Хотя. Мы его не убили, не казнили, не раздели. Гости. Отлично. Ну, почти все дерево убили. Надо будет еще вот это дерево срубить. А вот это... Отлично. Отлично. Все застелено. Все замечательно. Давай. Что нужно? Нужна сталь. Так. Херна вопрос, да, родная. Копай сталь. На это место мы с тобой сейчас деревянный блок поставим и все. Ну, очень медленно копается. Хорошо. Копать. Вот зали же сталь сейчас нам куда гораздо интереснее, чем то, что ты пытаешься известняк копать. Короче. О, несет сталь для проекта. Очень хорошо. Опачки. А, у нас топливо закончилось. Не, погоди. Давай мы вот это вот заправим. Так. Несколько дней всего хватает. Срубить тук. Сейчас пойдешь отдыхать. Подожди немножко. Чтобы потом утром этим уже не заниматься. А сейчас вы знаете, что надо сделать тебе? Бой. Не, подожди. Иди сюда. Угу. Хорош. Есть что еще поблизости вот прям? Пока они все здесь спят. Так. Он жив что ли? Нет, мертвый. Хорошо. Перенести. Держи холодно. Внутри 22. Что за... Что за нафиг? Или из-за того, что здесь блок стоит, он не выдувает? Кстати, может быть и такое. Здесь разберем блок. Кстати, она почему-то... Подожди. Только жива. Вот сюда нельзя это положить. Мне очень нужно, чтобы это-то как-то это... Извини, мне придется тебя разбудить. Ты будешь у меня явно не в духе. Перенести енота. Ой, подожди, нет. Но... Перенести зайца. Так, подожди. Построить копию вот здесь, но вот эту разобрать. Прикольно. Это что? Это... Это земля вот так вот? Забавно. Интересно, как это на картошке отразится? Вот, внутри минус шесть. Не испортится. Замечательно. Так, теперь ставим задание на разделку туши. Нет, не создание коберта корма. Покара на разделку туши бесконечно. Давай, разделаем всю эту гадость и сделаем из нее более-менее вразумительное питание. Потому что простое блюдо бесконечно. Вот так вот. Потому что эта маленькая зараза кушает то, что ему не нужно кушать. Ну, а что ему еще кушать? Так что пусть кушает. Ладно, хрен без него. О, муфало. Муфало, если сейчас бесят, надо ночью это сделать. Хотя бы одного из них. Кокнуть. Ну, еще на два провианта будет. Да спать надо. Понятно. В час дня мы ложимся спать. Вот истинная Маша. Кстати говоря. Хорошо. Вот это мне реально нравится. То есть пораженная земля из-за того, что вот... Портится. О, косточки. Забавно. Ну, давай. Ты потом ночью мне не будешь спать, а собьем с тобой режим. Мне не нравится, что мы пользуемся вот этими дверями. Так что давай как-нибудь решим эту проблему. Так. Вот это перенесем. Ладно. Подковы метать тоже надо. Согласна. Здесь кокона два дня еще. Не хочу тебя прерывать. Давай. Вот это заберем. Вот это заберем. Вот это заберем. Все. Придется еще раз. Иди сюда. Подожди. Молодец. Кто-нибудь поблизости еще прям вот спит. Спит здесь? Нет? Нет. Не спите рядом, шустрые. Иди сюда. Вот этого муфало попробуем взять. Хорош. Красавица. Перенести муфало. Перенести зайку. Все. Можешь идти спать. Еды у нас хватит примерно надолго. 2-0. 2-0. По идее, да. Замороженное не испортится. Минус 2. Нормально. Температуру мы вытягиваем. Можно еще, не знаю, минуса поставить. Не знаю, правда, как это работает. Корректно. Но можно. Энергия. Оптовый торговец. Очень хорошо. Приходите, гости дорогие. Мы вам рады. Наше маленькое поселение, которое хотело строить в горе, а не получается. Рада вам. Ну ничего, получится, получится. Мы потом все это перенесем уже, как конкретно в гору. У нас из горы это будет торчать-то чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. В горе жить тоже неплохо. Автосохранение. Хорошо. Так, я думаю, у нас будет время. Они выспятся. Они, она выспится. И уже тогда поторгуют с главным бреном. Странно. Я думала, что за первый час мы как бы успеем. Ага. Что, к нам кто-то присоединится? Лекарственная трава, иконка изменилась, кстати говоря. Оптовый торговец. Шляпки изменились, какие-то шляпки появились. Куриное яйцо не оплодотворено. И нафиг ты нужно? Да мне от тебя ничего не нужно, к сожалению. Так вот, как и тебе от меня. Сейчас она еще мясо муфало разделает. В принципе, кстати, разделку можно перенести на улицу, чтобы здесь кровью не ляпать. А сделать здесь, например, да, две плиты. Или разделку сделать вообще в холодильнике. Лол, почему нет? Никто такого не делала. Спасательная капсула. Захватить. Вперед. Не знаю, как... Я помню, мне когда-то пару сезонов назад говорили, что... Что же ты делаешь? Зачем ты их захватываешь? Их завербовать очень просто. Там, по-моему, 30-20% шанс. А когда ты их спасаешь, они просто уходят. А зачем мне, чтобы он уходил? Я хочу, чтобы он со мной остался. Может, это моя судьба? Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Лечи его так и начинай его к вербовке. Разговаривать. Давай. Бери аптечку. Может, три надо. Чего там? Плохо видно. Бесрочно. Трещина на 62%. Не хочет. Хорошо. Хорошо. Мне нужно, наверное, все-таки... Энергия. Не, не энергия. Разная. Мебель, мебель. Вот так вот мне нужно. Вот сюда. Куда подключиться? Хотя бы сюда. Пусть она кушает, в принципе, днем. Не особо важно. Карван уходит. Всего доброго. Приходите к нам еще. 3-16 градусов. А чуши есть? Не знаю. Ты не справляешься. Давай хоть на стол. Не знаю. Главное, справляйся. В принципе, здесь ничего не может нагревать. 60 градусов. А, что здесь? Держать открытый. Вот это да. Вот это поворот. Такой у нас сложный кондиционер, однако. Ладно. Давай откроем здесь дверь. Ладно, это надо будет точно перерабатывать. Их надо будет куда-то за стенку выносить. Это 100 пудов просто. Потому что лучше не нагревать этим помещением. Давай его сбросим. Здесь должно быть просто минус 9 примерно. 49 градусов. А, чешуя. Можно в омарок упасть. Картошка, кстати, почти выросла. 50 градусов. С ума сойти. Убрать кровь давай. А то он там еще заразится чем-нибудь. Медитирует. Опять гости. Гости, это, конечно, прекрасно. Животных полно. Если они ночью у нас будут спать, это будет очень хорошо. Ничего, видать, от топливной плиты исходит жар. Ты его покормить не хочешь? 2 и 3. Ну, хотя бы вы познакомитесь, уже будет лучше. О! Там кто-то съел наш огород, я поняла. А давай-ка, знаешь, что мы сделаем? Давай-ка я пока отменю вот это вот благолепие. Да. Это пока не столь важно расширять холодильник. Ну, наконец-то ты его покормил. У него здоровье восполняется. Он лечится потихонечку. Да. Ну, нормально. Блин, ожидал на самом деле, что кто-то придет к нам в гости. Будет с нами жить, но нет. Первое, это Пеппер, который упал спасательно на капсулу. Тоже неплохо. Полтора процента, шанс упал. Ну, грубила, что ли, ты ему. Социум. Пытается меня завербовать. Налаживает со мной отношения. Отношения плюс 34. Ну, ладно, они, может, станут друзьями со временем. И она... О, какие зеленые волосы, клевые. Они, может, станут друзьями со временем. Потом будет, типа, все хорошо. Кто знает, кто знает. Кто жрет мой долбанный картофель? Прекратите есть мой картофель. Это мой картофель. Надо стеной как-то огород отгородить. Ну, ничего, потом огород будет, как был у нас в предыдущем сезоне. То есть, будет стоять лампа, и вокруг него будут стены. То есть, она будет вот таким образом. То есть, это жрет электричество. Но зато круглый год у нас с вами урожай. Вот. И обогреватели. Так что, будет очень даже неплохо. Главное, поддерживать нормальную температуру помещения. Так как здесь около нас есть гидропаровой гейзер. Извините. То тогда будет, в принципе, не сложно. Ладно. А на сегодня, я думаю, будем прощаться. С вами была Шустро. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся в воскресенье. И, собственно, так будем по выходным немножечко поигрывать в Римворл. Пока, ребят. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!